Анна Катрина Вестли, повесть «Опасное путешествие Щепкина», глава пятая, «Домик под кухонным столом». Филипп привёз малыша домой на велосипеде. Ездить так стало уже холодно. К счастью, у малыша отличная шапка. Она закрывает уши плотно-плотно, и голова совсем не мёрзнет. Но когда Филипп наконец притормозил у дома, малыш почувствовал, что весь задубил. Ну, кроме головы. Спешившись, он первым делом отнёс Щепкина в островерхий домик. Теперь, когда Щепкин женился, он спешил из магазина к семье. — Там у меня супруга, — говорил Щепкин. — И сын. Ждут не дождутся, когда папа с работой вернётся. А малыш пошёл к Филиппу. — Ты будешь велосипед заносить? — спросил малыш, потому что всегда придерживал дверь, когда Филипп ставил велосипед на место под навес. — Нет, — ответил Филипп. — Пусть пока так стоит. Мне скоро ехать обратно в школу. У нас сегодня собрание. — Кивнул малыш. — Давай ты покараулишь воду для сосисок, — сказал Филипп. — А то мне надо быстрее сесть за уроки, чтобы со всеми управиться. Картошку вариться я уже поставил. — Хорошо, — вздохнул малыш. Он расстроился, что старший брат торопится. Малыш любил, когда Филипп не спеша готовил обед, а он ему помогал. Все торопятся. Ни у кого нет времени. Мама приходит с работы поздно. Папа всё время в разъездах. Щепкин женился. Малыш был вовсе не уверен, что рад появлению Корнеевны и Корешка. Теперь, когда они поселились в островерхом домике, Щепкину больше нравилось бывать с ними, а не болтать с малышом, как раньше. Обзаведясь семьёй, Щепкин вообще стал молчалив. Малыш сел у плиты и уставился на кастрюльку с водой для сосисок. Филипп велел крикнуть, когда вода закипит. Но что такое кипит? Вон что-то забулькало. Это уже кипит? Нет. Когда кипит, тогда пар валит прямо, как из трубы паровоза. Вот как? Из картошки. Картошка кипит! Крикнул малыш. Уменьши под ней огонь! Отозвался Филипп. Малыш подкрутил пламя, потому что этому он давно научился и сел ждать дальше. Но вот крышка на кастрюле стала подпрыгивать. Из-под неё вырвался пар и брызги. «Кипит!» – закричал малыш. «Иду!» – откликнулся Филипп. И правда пришёл. Переставил кастрюльку в сторону и стал быстро кидать в кипяток сосиски. Брызги полетели во все стороны, но на малыша не попали. «Смотри!» – сказал Филипп. «Я ставлю часы. Когда длинная стрелка опустится вот сюда, сосиски сварились. Снова меня тогда покричи!» «Хорошо!» – ответил малыш. Сел на стул и стал следить за стрелкой. Она двигалась ужасно медленно, почти стояла на месте. «Если за ней не подглядывать, она наверняка убыстрится!» – подумал малыш и зажмурился. Но когда он открыл глаза, стрелка подвинулась всего чуть-чуть. До цели ей было ужасно далеко. «Хорошо! А если залезть под стол, тогда ему вообще не будет видно часов, и они могут канетелиться сколько хотят! Хоть вовсе стоять на месте!» Под столом оказалось отлично. Сидеть там было гораздо приятнее, чем у плиты. Малыш придвинул к столу стулья и теперь смотрел на мир, словно бы сквозь окошки. Но вам наверняка интересно, чем занимался тем временем Щепкин в своем домике. Ну, сначала они с Корнеевной корешком пообедали, а после еды Щепкин сказал «Так, а теперь папа ляжет поспать». Раньше Щепкин редко вспоминал о послеобеденном сне, но теперь взял привычку ложиться подремать каждый день, чтобы они поняли, что я папа. Странно, что малыш все еще не зовет меня, подумал Филипп. Подождал еще, но, наконец, голод погнал его на кухню. Сосиски давно разбухли, а от малыша ни слуху, ни духу. «Ну, что ты будешь делать?» – проворчал Филипп. «Убежал к своему Щепкину, а сосиски пусть сами варятся». Он открыл дверь и крикнул на улицу. «Малыш!» – никто не отозвался. Но тут приехала мама и закричала издали. «Обед готов?» «Да», – ответил Филипп. «Только малыш испарился. Я попросил его последить за сосисками, пока они варятся. И привет!» «Найдется», – ответила мама. «Он наверняка у Щепкина». «Нет», – возразил Филипп. «Тогда он услышал бы, что я зову». «Значит, у столяра», – сказала мама. «Давай начнем обедать, пока без него. Я очень голодная». «Угу», – кивнул Филипп. «А то мне тоже скоро уходить». «Ой», – ответила мама. «Ты уходишь? А я думала, что ты вечером дома и посидишь с малышом, потому что я обещала тетушке заботе зайти к ней». «Мне обязательно надо пойти. Я же казначей нашего школьного союза. Но, может быть, ты сходишь, когда его уложишь?» «Я что-нибудь придумаю», – сказала мама и принялась накрывать на стол. А Филипп вынул сосиски и слил воду из картошки. Но она варилась так долго, что разварилась в картофельную кашу. «Ничего страшного», – сказала мама. И они сели за стол. «Ой, прости, задела тебя ногой», – вдруг извинилась мама. «Нет, это я тебя ударил». «Раз у тебя такие длинные ноги, тебе не надо садиться так близко ко мне. А то я шелохнуться не могу», – сказала мама. «Это ты вытянула ноги, они в меня упираются», – обиженно ответил Филипп. «Мне вообще деваться некуда. Хоть на стол ноги клади». «Странно», – сказала мама. «Раньше мы так не мучились». «Надо все померить и поделить место ровно пополам», – сказал Филипп и нагнулся под стол. «Ага, да тут малыш оказывается», – удивился Филипп. «Малыш», – переспросила мама испуганно. «Все, малыш, кончай шалить», – сказал Филипп. «Разыграл нас и хватит, не валяйся там. Мы попались на твою удочку, но теперь мы тебя нашли». Но малыш ничего не ответил. Он так крепко спал, что не слышал ни слова. «Похоже, он спит», – сказал Филипп. «Представляешь, лежит прямо на полу и дрыхнет». «Бедный, так устал», – посочувствовала сыну мама. «Филипп, отнеси его наверх, пожалуйста». Филипп был сильный. Он отнес малыша в их комнату и снял с него ботинки, носки, брюки и свитер. А малыш так и не проснулся. Потом Филипп накрыл его одеялом, подоткнул и пошел вниз. «Малышу тяжело ходить со мной на работу», – вздохнула мама. «А я все время забываю, какой он еще маленький». «Наверное, ему бы понравилось, если бы ты могла больше не работать», – ответил Филипп. «Малыш проспал два часа и проснулся бодрый и полный сил, как после долгой ночи. Так что укладывать его в обычное время сегодня смысла не было». «Что ж с тобой делать?» – сказала мама. «Видно, придется позволить тебе сходить со мной к тетушке заботе». «О-о-о!» – удивился довольный малыш. «Думаешь, мне надо позвать с собой Щепкина?» «Нет, нет», – сказала мама. «Там темно, еще потеряешь его. И надень-ка второй свитер, а то ты со сна распаренной». «Ничего себе!» – подумал малыш. «Идти в темноте вдаль – вот здорово! И совсем не страшно, потому что вместе с мамой». Иногда навстречу им проезжала машина, и свет фар так резал глаза, что малыш зажмуривался. А мама всякий раз тянула его чуть ли не в канаву за обочиной, потому что очень боялась, что человек за рулем автомобиля их не заметит. Но их, похоже, было хорошо видно издали, ведь у малыша на куртке нашита широкая светящаяся полоска. А мама такую же приделала себе на шапку. Но когда машин не было, они шли просто в черной темноте. Зато на небе светились звезды. «Малыш, а ты знаешь, что у звезд есть имена?» – спросила мама. «Пояс Ориона и Кассиопея. А вот видишь четыре звезды таким прямоугольным ковшиком, а перед ним ручка еще из трех. Это Сторой Бьерн – большая медведица. Ее еще называют повозка Карла. А рядом несколько звездочек, очень на нее похожих, только меньше, как будто ее медвежонок. Это Лили Бьерн – малая медведица. В детстве я ее обожала. «А почему медвежонок не вырос?» – удивленно спросил малыш. «Потому что мама-то вон как выросла за эти годы. А этот звездный медвежонок, Лили Бьерн – нет». «Звезды не меняются», – сказала мама. «Смотри, это ведь дорожка к домику тетушки заботы. Давай на нее свернем, там машин точно нет». Машин здесь действительно не было. Светофар тоже, и темнота стояла, что называется, непроглядная. Дорожка вилась среди высоких елей, больших, черных, все заслонявших. Малыш не видел ничегошеньки. Мама делала руками такие движения, как будто плыла в темноте. Они шли тихо-тихо, молча, и оба на цыпочках. Но потом мама испугалась, что малыш испугается, кашлянула и прошептала. «Ну вот, уже близко». «Угу», – кивнул малыш. Он дал маме руку, чтобы мама могла успокоиться, подбадривая его, если совсем испугается. «Львов в Норвегии нет», – сказал малыш. «А вон уже светится домик тетушки заботы». «Правда», – откликнулась мама. И они снова стали разговаривать, и шли теперь уже не на цыпочках. И мама не разгребала руками темноту перед собой. А малыш шел и смотрел на звезды. Многих из них он теперь знал. И медвежонка, и медведицу, и других. Они светят всем людям, и малышу тоже. «Мама, а давай каждый вечер гулять и смотреть на звезды», – сказал малыш. «Давай, начнем с одного вечера», – ответила мама. Тем временем они подошли к домику. Мама постучала, и тетушка забота открыла дверь. Но она была какая-то чудная. «Заходите, заходите». «А, так вы с малышом!» «Очень приятно!» «Он заснул после обеда», – объяснила мама. «А Филипп ушел. Пришлось мне взять малыша с собой». «Очень приятно», – сказала тетушка. «Только давайте говорить потише. У меня гость». «А, так у вас гости!» – спросила мама. «Тогда мы лучше пойдем, наверное, а я зайду в другой раз». «Нет-нет», – зашептала тетушка. «Я ей угощение приготовила. Заходите, я вам все расскажу». «Малыш, я очень радовалась, что твоя мама придет ко мне в гости. А теперь вы пришли вдвоем, это вдвое лучше». Малыш расстроился, услышав о гости. «Интересно, это дядя или тетя?» «Наверняка кто-нибудь маме незнакомый. Тогда все будут говорить красиво и важно, как всегда делают взрослые, когда плохо друг друга знают». Они вошли в крохотную прихожую. Мама сняла с малыша куртку, а тетушка взяла у нее пальто. Потом мама посмотрелась в зеркало и пригладила волосы. Малыш шагнул в гостиную. Стол был накрыт, стояли бутерброды и печенье. Но за столом никто не сидел. А надо вам сказать, что гостиная тетушки заботы была еще немножко и спальня, потому что вдоль одной стены стояла большая кровать, покрытая ажурным вязаным покрывалом, сквозь которое просвечивало красное одеяло. Малыш привык считать, что кровать стоит здесь для красоты, но тетушка взяла его за руку и подвела к кровати. Покрывало было откинуто. Край одеяла загнут. На подушке лежала головка с темными волосами, бледным лицом и закрытыми глазами. — Ты завела себе мальчика? — спросил, наконец, малыш. — Только на время, — ответила тетушка. — Присаживайтесь к столу, пожалуйста. Я все расскажу по порядку. Я поэтому и просила вас не шуметь. — Понятно, понятно, — сказала мама. Она уже достала свое вязание и была, судя по всему, страшно довольна, что гостей никаких нет, кроме мирно спящего мальчика. Малыш держал в одной руке бутерброд, в другой кусок пирога и не отрывал взгляда от незнакомого мальчика. — Я присмотрю за ним, — сказал малыш. Мальчику бы, конечно, понравилось такое предложение. Если бы он услышал. — А как его зовут? — Лили Бьерн, — ответила тетушка. Малыш даже заулыбался про себя. Надо же! Мальчика зовут почти так же, как звезды, с которыми малыш только что познакомился. Вот здорово! Малышка. Малышка.